Напомню, через телевизор не придешь, Бог. Это все. Как в целлофановом мешке курицу кушать? Ну, что ж укусил, а целлофан не позволяет. Так и это. Он, когда мы со слезами на коленях стоим, кавимся, осознаем свои грехи, молимся, плачем. Вот то да, потом и приходим к Богу. Ой, какой ты смешной. Тебе еще рога сверху поставить? Точно. Дитя мое, прицепите хвост сзади. И пугать людей, детей ходить, да, в наушниках этих. В этом году пасхальную седмицу, четверток светлый, все дни называются светлые эти. Светлый понедельник, светлый вторник, светлая среда, светлый четверток, светлый пяток и светлая суббота. Отдание уже провода пасхальной седмицы. Так в четверток совпадает наш великий праздник земли нашей русской. День окончания Великой Отечественной войны. В 1945 году кончилась жуткая, бессмысленная фашистская кровавая война страшная. Победил наш народ русский. Первый день войны глава русской церкви, блаженнейший митрополит Сергий Стогородский, будущий патриарх, обратился к народу русскому с воззванием. Еще полупарализованный Кремль не знал, как реагировать на войну. А патриарх, а митрополит уже воззвание ко всему народу русскому. Русь, вставай, мы верим в тебя, силы найдутся у тебя духовные. Победишь, благословит Господь народ русский на победу. Вот как церковь русская отозвалась на это событие. Последние колечки, последние сережечки собирали народ на знаменитую танковую колонну Дмитрия Донскага. И на знаменитую самолет, как называется. Как самолеты называются? Эскадрилью, вот, на эскадрилью авиационную, военную. В честь святого благоверного князя Александра Донецка. Даже жуткий богоборец Сталин и то плакал, взирая на эту жертву народа русского. Напасли сами голодные, сами несчастные. А на оборону Отечества все отдавали. Вот наш русский патриотизм. Русь наша, русский дух наш святой. И в этот день особенно и для меня знаменательный. Ибо и отец мой, погиб в этой бессмысленной Великой Отечественной войне, я всегда, как Пасху, чту этот день. Всегда по нехиды служу. И в этом году в нашей обители после литургии на братскую могилу пойдем торжественным монастырским крестным ходом. На косточках мучеников, которые лежат там в братской могиле, мы пропоем наше пасхальное песнопение, мы пропоем нашу вечную память, мы поздравим остатки тех защитников, к сожалению, никому не нужных сейчас в нашем Отечестве, стариков этих, с их знаменательным днем, днем победы. Они с радостью раз в году одевают свои боевые заслуги, не стесняясь, идут. Некоторые нынешние, невоспитанные молодежь пальцами, Иисус Мешки показывает, перед этими стариками преклонить колено наше. Они герои, они защитники, они наши отцы великие, наши корни Руси Святой. Вот для нас образец и идеал дальнейшего нашего патриотизма Руси нашей Святой. И дай Господи, чтобы в этот день ни одна могилочка братская не была забыта, что кругом священники, только не раскольники и сатанисты и шли, а настоящие русские священники православные и шли на могилы. И кругом народ собирался. Кто с радостью, кто со слезами, кто с горем, кто с достоинством человеческим, только не с гордостью. Все пели Христос воскресе и вечную память, чтобы эти косточки в земле находящиеся мученикам наш радовались этому святому пасхальному дню. Особенно знаменательно, что этот день победы совпал с Пасхой. Это двойное торжество. И своему отцу, покойному воину Алексею, поставил я крест на братской могиле, ибо не знаю, где его могила, и всегда проезжаю. Говорю, Царство Небесное, мученикам и моему отцу погибшему. Тяжелое сиротское детство пришлось перенести, но за все слава Богу. Дай Господи, чтобы на Украине не было этой бандеровской фашистской идеологии, чтобы не было человека ненавистничества, чтобы были едины мы, святой, Божий, православный народ Украины. Вот чего желаю. Ненависти, чтобы не было между людьми. Мир, любовь и благодать Божия о воскресении спасителя. Да сопутствует вам всем, дорогие братья и сестры, в эти священные пасхальные дни и день особенной победы. Победы, чтите его, воспитывайте будущее поколение. Как нам не говорят, что это какой-то день простой. Нет, святой день для земли русской. Еще одно чудное слово сказать хочу, дорогие братья и сестры пасхальные, в отношении благодетелей. Сейчас Господь будет сердца многих и богатеньких, как называют, и добрых людей к делам милосердия. Сколько храмов созидается. Святогорский монастырь из Лын возрождается. Целой лаврой становится наш, монастырь самый юный, в русской земле возрождается. Сколько благодетелей посылает Господь для всего нашего края и для всей земли русской. Им низкий поклон за их благодеяния. Они не ждут от нас чего-то, какого-то благодеяния. Они ждут похвалы небесной и радости небесной. И дай Господи, чтобы не ускорить вала рука дающего, чтобы Божие благословения на ихних трудах, на ихних семьях, сколько они тюрьмам помогают, больницам, домам престарелых помогают, созидают эти не дома ужаса престарелых, а дома милосердия. Низкий им поклон, пасхальное благословение и пасхальная им радость, невзирая на скорби, на лишения и прочие невзгоды жизненные, Господь не оставляет и верю глубоко, и впредь не оставит руку благодейшего. Все наши благодетели, благотворцы наши, низкий вам поклон пасхальный и Божие благословение на вас, на ваши семьи и на дальнейшую вашу христианскую жизнь во славу Божию. В эти священные пасхальные дни еще одно священное событие. Женский праздник, всемирный, не международный, а всемирный, День Святых Жен Мироносец. Особо радостное событие для женщин. Женщина-мать, хранительница домашнего очага, в тяжких муках зачинает детей, в тяжких муках рождает детей, в тяжких муках кормит и воспитывает детей. В тяжких муках кормит и воспитывает детей. В тяжких муках содержит дома, хозяйство, ведет даже государственную линию жизни нашей. Особо в этот день хотелось бы теплое слово сказать. Не в день 8 марта какого-то непонятного Клары Церкви до праздника, никому неизвестного происхождения, но вы догадываетесь, что я хотел сказать, дорогие слушатели, а именно христианский, радостный праздник. Ведь кто униженному Христу послужил? Все мужчины-апостолы разбежались. Мужчина Иуда предал учителя. Женщины верны остались. С юным апостолом Иоанном Богословом. Юноша стоял чистейшее существо у Креста Господня. И женщины стояли, и помогали, и плакивали, и оплакивали, и отирали ран и Христов, и полагали его во гроб, и слезами, и миром драгоценным помазывали мертвое тело Христово. Почему именно и женщины увидели первое воскресение Христово? Почему эта бывшая блудница, а нынешняя равна апостольная Мария Магдалина, первая увидела Христа, падшая поклонилась Ему, и услышала она от Него чудное одно слово лишь «Радуйтесь!» И сердце духовной радости ее наполнилось. Она пошла в мир с проповедью радости. Она всем проповедовала, и богатым, и бедным. Даже дошла до двадцатого римского императора Тиверия. И там поднесла ему красное яйцо пасхальное и сказала «Радуйтесь, радуйся!» Удивился император. Кому радоваться? О воскресшем Спасителе, которого Пилат твой убил. А он воскрес. И там бесстрашная женщина эта благовествовала. И в любую минуту могли схватить и казнить. Она бесстрашным сердцем благовествовала о воскресении Христа Спасителя. И вам, дорогие женщины, сколько доброты дал, сколько любви духовной дал Господь. Помоги Господи быть подобным мужественной Марии, Магдалине и прочим женам мироносцам. И любить, и терпеть, и плакать, и смеяться, и страдать, и величие духовное свое показывать и в жизни, и в семье, и в детях, и во внуках, и в правнуках своих. Дай Господи вам терпение в жизненном грестоношении, и чтобы всегда этот день Пасхи был для вас Пасхой радости, настоящим, не международным, а всемирным женским днем, чтобы все женщины мира в этот день могли сказать, находясь на всех континентах, «Христос воскресе!» и ответить торжественное, воистину воскресе. Чтобы мужчины не почитали 8 марта, непонятное для нас, а чтобы почитали праздник Пасхи, чтобы с любовью относились и своим избранницам, спутницам, матерям, сестрам, детям, чтобы дарили от всей души подарочки хорошие, пасхальные, чтобы мирный стол был в доме всегда в этот день, мир, любовь, чтобы в храм все пошли, помолились, и светло, и радостно провели этот день, потому что он святых мироносец, и из года в год пусть расширяется, укрепляется этот святой день, и вас, наши благодетели, обители наши святые. Земной вам поклон, женщины, что вы жертвуете, с любовью относитесь к нам, милуете, питаете, жалеете нас. Нам только лишь молиться. И что могу от своего уборства сказать в этот день? Лишь только сказать радостным сердцем, радостной душой и светлым лицом, Христос воскресе, воистину воскресе, с праздником Святой Пасхи, улыбка радости и торжество мира насияет на вашем лице эти святые спасительные дни, Святой Пасхи и день святых жен мироносец. И вы чувствуете себя жеными мироносецами, и вы чувствуете себя Русью Святой, и ваши платочки станут настоящими, добрым, хорошим знаменем возрождения святого православия, благотворительности, милосердия среди нас всех. С праздником великим сегодняшнего Пасхального дня Святых Жен мироносецов. Всех вас и мужчины приветствую, чтобы и в ваших сердцах была радость, торжество и любовь духовная наполняла и семьи, и дома, и квартиры ваши. С Богом оставайтесь, ангелом вам всем, хранителем. Живите не идеологией и языком Шевченко, живите языком Пушкина, Лескова, Шмелева, от Руси нашей святой, не ошибетесь верным путем, и другим заказывайте, всем духовное завещание оставляем, и после кончины держитесь Москвы, держитесь русской православной церкви, и великого старца нашей земли русской, это святейшего патриарха всея Руси Алексея Московского, вот мудрейший старец, он не ошибется, сам не заблудится, и вас в обручение не пошлет. Вот это смотрите подальше, это те киевских политиканов, лошепатриархов и прочих сатанистов киевских. Вот и вам завещание оставляй на будущем, времена, не заблудитесь, антигрессы, лезтью, так будет лещать, так будет от Бога отворачивать. Сегодня слушал, Евангелие в церкви сидит, приду на землю, едва ли веру, а прещу на земле. Напомню, через телевизор не придешь к Богу, это все. Как в целлофановом мешке курицу кушать? Ну что ж, укусила, целлофан не позволяет. Так и это. Он, когда мы со слезами на коленях стоим, каемся, осознаем свои грехи, молимся, плачем, вот то да, потом и приходим к Богу. Пока наказа грехи, мы должны асфальты рысть, вокруг церкви ходить, за прожитую жизнь бестолковую. Вот когда мы с такими чувствами придем, тогда, конечно, мы по-настоящему к Богу придем. Тогда и покаяние, и камень упадет сердце, и радость будет, и смысл жизни все появится. Она посмотрела телевизор, да и все, и забыл. Филькина грамма-то это все. Через кино и телевизор в УВУ не приходит. Так, может кто-то задумается. И то хорошо, вот что. А самое лучшее, вон храм Божий, идти и молиться, каяться. Вот и все, братья, все как будто бы. Аплодисменты, по-пече. Субтитры создавал DimaTorzok